Дорогие друзья, начинается вторая часть о моем путешествии из Торонто в европейский город. Напомню, что из-за ковидных ограничений в Канаде маршрут получился весьма сложный. Сперва потребовалось доехать до ближайшего аэропорта, из которого можно вылететь в Европу. Этим аэропортом оказался Чикагский, аэропорт ОХР. Далее, собственно, рейс Чикаго-Истанбул. Ну и уже потом из Истанбула летим в наш европейский город. Кстати, напишите в комментариях. В конце видео вы узнаете, в какой именно. Проверим то, как вы способны предугадывать или предсказывать. Отдельное спасибо, конечно, траковой компании, которая разрешила такой вояж. Разрешила мне поехать пассажиром. Без этого, без разрешения траковой компании ничего бы не было. Потому что, конечно, потребовалось оформить таможенные документы. Это коммерческие перевозки и все люди, которые сопровождают коммерческий груз, они так или иначе тоже, в общем-то, фиксируются. Это все не так-то просто. Поэтому отдельно благодарность компании. Я ее называть не буду, поскольку не хочу ее рекламировать в том числе. Но, по факту, пассажирам проехать мне пришлось недолго. Мы пересекли границу и далее поехал уже я за рулем. Благо, я умею водить разные типы техники. В том числе и грузовики. Мой коллега-водитель, он просто не мог доехать до Чикаго, потому что количество рабочего времени ограничено. Это жестко фиксируется. Нарушители жестко караются. Ну, имеются в виду очень приличные штрафы. В общем, я тоже своего рода водитель и тоже могу доехать. Поэтому водитель пошел спать, а я, собственно, доехал до разгрузки. Далее был мотельчик в Чикаго, о котором отдельное видео. Можете посмотреть по ссылке в описании. Здесь будет ссылка. Ну, а потом, собственно, аэропорт Чикаго. Потом Стамбул. Ну, и потом мы приезжаем в европейский город. Напишите его название. Проверим вашу интуицию. Автобусы в Чикаго стоят 2 доллара 25 центов. Каждые 15 минут примерно ходят. Ну, смотря на какие номера. Но не очень многолюдно в автобусах. Все пользуются личными автомобилями. Чикагский аэропорт. Наконец-то я прошел все. Обратите внимание, тут есть питьевая вода. Можно попить. В некоторых аэропортах нету. Заставляют покупать бутылки в 3, дорога. В этом плане тут более щадящие отношения к людям. Ну, в общем-то, вот так выглядит аэропорт. Ждем рейс. Все получилось. Скоро полетит. Это и есть самолет турецких авиалиний. Мне, кстати, очень понравились эти линии. Знаете, что особенно понравилось? Там можно брать с собой два багажа. И еще там выдали тапочки. Об этом я даже снял отдельное видео. Зайдите по ссылке в описании. Или вот тут в углу. В верхнем, в правом. Тоже посмотрите. Интересно просто. Я, хотя турками и не первый раз летаю. И даже уже не второй. Но в этот раз они своими тапочками и носками меня реально удивили. Еще раз прошу, посмотрите это видео по ссылке в описании. Вот мы уже и тронулись, что называется. Скоро будет взлет. Обратите внимание. Проезжаем самолеты. На хвостах американский флаг. По-моему, это Америка нарывается, если не ошибаюсь. У них такая раскраска самолетов. Вот торчит аэропортовая вышка. Вообще, чикагский аэропорт огроменный. Там пять терминалов. Пять, дорогие друзья. Это просто что-то невероятное. Коронавесия очень серьезно подпортила всю малину путешественникам. Вот опять эти птички с американскими флагами. Опять мы их проезжаем. Очень серьезно, очень трудно сейчас стал путешественником. Везде какие-то ограничения. Везде стоят держиморды, которые требуют какие-то бумажки и тесты. Видите, да, взлетно-посадочная полоса проходит прямо над шоссе, по которым ездят обычные автомобили. Ну, Чикаго большой город, а на аэропорт требуется много места. И вот такое вот интересное решение. Кстати, знаете, сколько стоит тесты Чикагскому аэропорту? Вот этот ПЦР-тест. 225 долларов плюс такс, если не ошибаюсь. Представляете, какая это огромная сумма, учитывая, что, например, минимальный размер оплаты труда в России даже меньше, чем плата за то, что у вас в носу ваточкой поковыряют. Издевательственность форменная. Также прошу обратить ваше внимание на то, что самолет практически пустой. Я один был на трех креслах. Ну, соответственно, поспал хоть нормально, но я не очень понимаю выгоду для авиакомпании гонять самолет практически полупустым. Впрочем, прибыли авиакомпании. Дело, конечно же, не наше. Слава Богу, что есть рейсы. И дай Бог, и дальше в ковидные времена можно будет пересекать океаны по воздуху. Пока летишь, можно выучить турецкий. Обратите внимание, как Лондон по-турецки. Лондра. Ну, это интересно. Ну, а вот, собственно, чем почуть на турецких авиалиниях. Кстати, два раза за трансатлантический период. А, это, собственно, и еда. Одна креветка даже. Собственно, подлетаем к Стамбулу. Вот какое-то интересное здание. Я его приближу, да, там оно светится. Даже вот с самолета, оно очень заметно. Кто-нибудь, может, знает, напишет в комментариях, что это за такой светящийся дом там. Ну, вообще, Стамбул довольно крупный город, как вы знаете. Там около 20 миллионов жителей. И там, в общем, не один аэропорт. Но это самый новый. Ну, собственно, мы благополучно приземлились. Вот такая интересная, стамбульская здание. Да, вышка. Нормально аэропорт. Я думаю, она говорит, не покидайтесь в своих местах. Полный остановок самолета. Стамбульский аэропорт, к сожалению, не может похвастаться тем, что тут можно бесплатно водички попить. И, честно говоря, не очень здесь много магазинов. Это огромный аэропорт. Надо сказать, с одного конца до другого бежать было, конечно, напряжно. Хочется что-то купить воды, но пока негде ищу. Воду, конечно, можно там найти, но неохота спускаться. У меня уже посадка быстро. Так что придется на сухую. Смотрите, кабинки для сна. Можно купить раки, можно купить ром. На минералке почему-то купить нельзя пока. Вон там Бургер Кинг. Блин, неохота спускаться. Ладно, фиг с ним. А вот, собственно, наша финал дистинейшн. Европейский город. Украина-Ц Европа, хочу напомнить. Львовский аэропорт. Да, дорогие друзья, мы прилетели из Торонто во Львов. Вот, честно говоря, интересно, кто-нибудь из вас угадал или нет. Да, дорогие друзья, пришли такие времена, что чтобы из Торонто прилететь в Львов, сперва из Торонто надо на грузовике приехать в Чикаго, потом из Чикаго улететь в Стамбул, и только потом можно прилететь во Львов. Как вам путешествие? Это был конец второй части нашего путешествия. Всем всего хорошего и приятных путешествий. А о том, почему вдруг россиянин решил посетить именно Западную Украину, я расскажу как-нибудь в другой раз. Всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!